Привет! С вами, как всегда, Владимир Толочко, компания Salon Motors на фоне нашего контейнера. Сегодня мы будем что делать? Ребят, сегодняшнее видео будем посвящать Mercedes-Benz GL 2012 года, который приобретен с аукциона Copart. Приобретен с аукциона Copart и отравляется в Бишкек. Проходим, смотрим, сейчас будем все показывать, все рассказывать. Поехали! Итак, смотрите, у автомобиля полностью целая задняя часть, немножко потертый бампер. Все запчасти, которые повреждены по переду, они лежат здесь, в багажнике. Там позже мы вам покажем. Давайте сначала обойдем автомобиль и позже откроем, будем вынимать, упаковывать и показывать. Целые фонари, царапины на бампере, целая вся крыша. Имеется, что у нас здесь имеется? Имеется люк, имеется панорамка. Дверь левая, задняя вся целая, четверть вся целая, форточки вы видите в каком состоянии. На автомобиле 94 тысячи миль пробег, уже повесили нашу наклеечку. Из нюансов, друзья, из нюансов у нас здесь, обратите внимание на это зеркало, самого зеркала нет. Оно, мы его нашли, оно находится внутри, в машине, да, то есть, мы сейчас покажем. Вот оно здесь, вот в таком вот состоянии. Вот в таком вот состоянии, и как бы мы его положим и будем отправлять. Именно в таком же состоянии. Так, проходим далее. Ребят, вы видите, автомобиль лежит, подвеска, то есть, вся спущена, да, то есть, он лежит на пузе, как сказать, да, то есть, здесь у нас из нюансов крыло. Оно, я думаю, под замену, хотя в Кыргызстане вполне возможно, что его и смогут сделать, да, то есть, здесь мы его бы точно меняли. По покраске вот эта дверь, вся поцарапанная. Ну и переходим к самому удару. Смотрите, у нас здесь нет ничего, у нас нет усилителя, у нас нет обоих фар, у нас под замену капот. Сейчас, давайте, приподнимем. Автомобиль заводится. Позже мы покажем вам, как он завелся, то есть, мы его заводили, но не ехали, да, то есть, мы его именно завели буквально на пару минут. Он стартанул, мы это сняли нашему клиенту, показали, все, клиент остался доволен. По лонжеронам, полностью целые прямые лонжероны, что правый, что левый. Из нюансов, вот здесь вот накладка, да, вы видите, ее смяло, ее нужно будет заказывать новое. Всей маски передней нету, радиаторы там какие-то лежат, мы позже посмотрим, что за они, целые или не целые, потому что есть вариант того, что они остались как бы в целости, в сохранности. Снят корпус воздушного, а нет, корпус воздушного фильтра находится здесь, сняты трубки, не знаю, я думаю, что они должны лежать сзади. Нету обеих фар. Проходим дальше. По этой стороне, смотрите, по этой стороне у нас полностью все целое крыло. Вот так вот оно выглядит. Андрей, зайди, пожалуйста, вовнутрь, доставай из этого автомобиля все, будем показывать, что к чему. Его нужно будет упаковывать. Сейчас будем вынимать, показывать, что к чему, ребят. Так, по этой стороне крыло, я уже сказал, оно все целое, дверь вся целая, то есть вы видите, далее все полностью в нормальном состоянии. Все открывается, не взорван ни один айрбэк, не знаю, что происходит с Мерседесом, вообще не понимаю. Передние удары, не взорвана мне безопасность. Задние удары, не взрывается безопасность. У меня два Мерседеса за последний год попали в аварию, ни в одном из них не взорвался айрбэк. Ни один. Один в тотал, второй не в тотал, но опять же, ни одной подушки безопасности не было взорвано. Почему так, я не знаю, ребят. То есть, поэтому Мерседесоводы и любители Мерседеса, таких как я, имеются в виду, пока я пересел вон. Вон торчит белая задница Лексуса. Так, по салону. 2012 год. Довольно-таки нормальный салон, в нормальном состоянии. Автомобиль пришел с одним ключом. Вот так он выглядит. Мы позже покажем вам, попробуем как бы зажечь табло, показать, что как к чему, что работает, что не работает. Проверим музыку и так далее. Мы снимали, что здесь все лежало. Вот вы видите, в каком состоянии. Все получается после того, как мы выняли бампер. Вот бампер, радиатор, все находилось здесь. Обратите внимание на салон. Такие пролежные на сиденье. Здесь как будто какое-то масло. Смотрите, шурупы. Хорошо, что они не пробили сиденье. У автомобиля имеется задний телевизор. Так, открываем здесь. Смотрим, что у нас здесь. Ну вот, ребята, вот эти трубки. Вот алюминиевый усилитель. Смотрите, как он лежит. Уже опять же, обратите сюда внимание, да? Сейчас мы это все будем вынимать и все упаковывать. То есть, если в таком состоянии, опять же, отправлять данный автомобиль в Бишкек, вот эти все запчасти и этот салон добьют до конца. Неизвестно, как он придет. Почему мы всегда и говорим, что, приходя к нам на базу автомобиля, мы все вынимаем, все упаковываем так, чтобы сберечь вот этот салон. Хотя уже есть нюансы, да? То есть, смотрите, опять же, здесь царапины, дерево уже поцарапано. Вот, смотрите, в каком состоянии. Вы видите. Пролежни на сиденьях. Здесь непонятно что. Кстати, в этом автомобиле имеется третий ряд сидений. Клиент, мы тебя поздравляем. Второй GL. Третий GL у тебя и все с третьим рядом сидений. Что немаловажно. Люк, люк. Телевизора сверху никаких ничего нет. Вот здесь только обдуважки. Телевизора только два. Сейчас возьмем бустер и будем пытаться открыть заднюю дверь, смотреть, что там. Так, по резине. Резина у нас практически новая. То есть, это уже большой плюс. Стоят здесь какие у нас тут колеса? 20-е, 275-е, 50-е, 20-е. Ну, Клиент, поздравляем. Задний блампер у нас повторитель здесь. Вы видите, как-то отошел. Непонятно, почему он отошел, но с ним нужно будет поиграться. По поводу цен, друзья, мы в Кыргызстан, клиенты не хотят, чтобы мы называли цену, мы их не называем. Но диапазон цен в Кыргызстан, допустим, на такие же джелы, мы вам скажем, что примерно их можно брать, я думаю, от 8 тысяч и выше. 2012 год от джела в таком состоянии. Андрей, не заводи только там. Так, крышка работает, открывается. Так, смотрите. Андрей, если не нужно, доставай, будем показывать, что здесь вообще есть. Доставай, слаживай сюда, рядышком с бампером. Феликс, давай посмотрим, что здесь. Так, ребят, смотрите, в каком состоянии бампер. Бампер у нас железная накладка, я думаю, ее нужно будет чинить или заказать, не знаю, смотрите сами. Клиент, как тебе удобно? Радиаторы, ребят, смотрите. Радиаторы, я думаю, что здесь все-таки пострадали. Да, обломаны части, обломаны ушки. Но опять же, я бы все-таки проверял. То есть, здесь вы видите, у нас электроблок этот подмят. Не знаю, он цел или не цел. Фен, смотрите, кстати, он визуально цел, но он трет. Трет, почему он трет, что там, непонятно. Так, что далее? Сверху вы видите, вот эта маска, да, она вся целая. Решетка радиатора. Друзья, она вся треснута. Смотрите, вот так она выглядит. Вот здесь она сломана, здесь хром треснут. Хотя хром нет, хром цел. Треснута именно сама решетка. Опять же, мы это все упаковываем, все закладываем в автомобиль. Алюминиевый, так, бачок, омыватель, как я понимаю. Потом алюминиевый, вот этот усилитель. Вы видите, в каком состоянии. Сейчас все упакуем, пропылесосим, уберем вытяжку влаги, сухой туман. И в таком состоянии будет отправляться данный автомобиль. Продолжение следует... Итак, дорогие друзья. Что мы сделали? Вы видите, да, мы все убрали, все пропылесосили, все упаковали. Здесь лежат все запчасти. Здесь у нас лежит алюминиевый бар, который сломан. Здесь бампер, который также поврежден, но упакован. То есть, при такой погрузке, при такой отправке, ваш салон не ушатывается. То есть, его не убивает запчасть. Вы видели, как он лежал, как находились эти запчасти и в каком состоянии они будут отправляться. Поэтому, ну, вы понимаете, да? То есть, выбирайте 7 Motors. Мы это делаем здесь. Проходим дальше. Давайте посмотрим, что у нас с магнитолами. С магнитолой, с музыкой, с радио. Кстати, попрошу заметить, вытяжка влаги у нас висит вот здесь. Все вытяжки влаги по просьбе наших клиентов мы сейчас перемещаем. Вот она, Феликс. Мы сейчас перемещаем вот сюда, да? То есть, как бы, чтобы ничего не заливать, никаких блоков. Потому что почему-то их начинают резать на таможне. Кто их там режет, не могу понять. Но кто-то режет. Падла какая-то. Так, музыка. Музыка здесь работает нормально. То есть, она качает. Поэтому, друзья, вот такой вот очередной обзор у нас Mercedes Benz Gel. Кому понравилось данный видеоролик, ставим лайки, подписка и так далее. Делимся с друзьями. Здесь у нас будет наш Instagram. Подписывайтесь. Также здесь у нас будет наш Facebook. Страничка. Подписывайтесь и наблюдайте за нашими. Обновлениями. Кстати, из нюанса. Вот я сейчас присел, посмотрел. Фелик, покажи, пожалуйста, вот эту вот панельку. Видите, нет кнопочки. Нет двух кнопочек. Все. На этом все, ребят. А мы пошли загонять сухой туман в данный автомобиль. Ключик закрываем. Все закрываем. И загоняем. Смотри. Побольше его туда. Побольше его туда. Продолжение следует. Побольше его туда. Продолжение следует. Спасибо.